США грозит сирийский сценарий на Кубе и в Венесуэле, пишут СМИ. Попытка госпереворота в Венесуэле. США грозит сирийский сценарий на Кубе и в Венесуэле, пишут СМИ. 4.17. РИА Новости, Алексей Витвицкий, президент США Дональд Трамп на саммите глав государств и глав правительств стран-участниц НАТО в Брюсселе. РИА Новости, Алексей Витвицкий, Москва, 25 апреля. РИА Новости. Свержение президента Николаса Мадуро стало бы для администрации Дональда Трампа большим успехом накануне новых президентских выборов в США. Однако поддержка венесуэльского лидера со стороны России может сорвать планы американского лидера, пишет обозреватель. Wall Street Journal. Уолтер Рассел Мид. Трамп, по мнению журналиста, считает, что все неугодные ему правительства в западном полушарии поддерживают Венесуэлу. Поэтому новым шагом США в процессе свержения Мадуро стало давление на Кубу, которое, по версии Соединенных Штатов, оказывает серьезную поддержку венесуэльскому лидеру. 22 апреля, 19-24. В Минобороны предостерегли США от военной операции в Венесуэле. Ранее наладить отношения с Кубой пытался бывший президент Барак Обама, который надеялся, что улучшение связей с США заставит Гавану отвернуться от Кубы. Но этим планам не суждено было сбыться, поскольку Венесуэла заменила Кубе СССР в качестве источника субсидий, отмечает журналист. Он добавляет, что вслед за разрушением экономики Венесуэлы может последовать и катастрофа режима на Кубе. При таком развитии событий Трампа выпадет исторический шанс, поскольку США уже на протяжении нескольких десятков лет не могут совладать с Гаваной, а такой двойной успех существенно поднимет рейтинги Трампа в преддверии выборов. Однако, как считает Россиэл МИД, Россия не даст США так просто давить на Венесуэлу и Кубу, при этом и вовсе может повториться сирийский сценарий, а Москва снова унизит Вашингтон. Стремление американского президента свергнуть Мадуро в Венесуэле свидетельствует о чрезвычайной важности этого вопроса для Трампа. При этом его порыв может обернуться огромным провалом, поскольку Венесуэля и Кубе, скорее всего, окажут поддержку Россия и Китай. Кроме того, Канада и европейские партнеры США уже осуждали экстерриториальные американские санкции против Ирана, и сейчас они вряд ли окажутся в стороне, констатирует журналист. В заключение Россиэл МИД отмечает, что спустя 60 лет после того, как к власти на Кубе пришел Фидель Кастро, Гавана снова становится центром мирового политического кризиса, а последствия этого конфликта крайне непредсказуемы из-за огромных усилий, предпринятых мировыми державами. 14 апреля, 11.08. США и Бразилия потребовали от России и Китая прекратить поддержку Мадуро. В среду госсекретарь Майк Помпея объявил, что США со 2 мая не будут продлевать действия исключения для положения закона, которое предусматривает возможность подачи исков против Кубы и иностранных компаний в связи с собственностью, изъятой после революции у граждан США, что открывает дорогу для подачи таких исков. Закон Хелмсабертона был принят в 1996 году. Он предусматривает распространение экономических ограничений не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от изъятой властями острова собственности. Принадлежавший до революции 1959 года гражданам США или кубинцам, которые впоследствии получили американское гражданство. В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаида незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаида. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали президентский статус Гуаида несуществующим.